Привет, друзья, подписчики и зрители канала. Меня зовут Висконти. Мы играем снова в скрепт-механик. И сегодня мы будем смотреть на крутые постройки от Ярослава Гагаркина. Ну и некоторые постройки, которые я скачал с воркшопа. Специально, чтобы дополнить его постройку. Итак, давайте сначала перейдем к постройкам от Ярослава Гагаркина. То есть он нам прислал вот такие вот белазы. Вы можете скачать их в нашей группе ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании. Обязательно подписывайтесь в нашу группу. То есть у нас есть белаз самосвал. Видите, работает двигатель и все детали вибрируют. Все как полагается. И вот такой вот белаз, который транспортирует крупногабаритные машины, скажем так. Ну и грузы, можно контейнеры, можно поезда. То есть все, что крупногабаритное, он может у нас перевозить. Вот как раз-таки стоит драк-автомобиль от Ярослава Гагаркина. Тоже сможете скачать и отдельно, и вместе со всей картой я выложу после ролика. То есть заходите, подписывайтесь, скачивайте, ну и присылайте свои хорошие постройки. Давайте мы, наверное, сначала выйдем на этом автомобиле с перевозчика. Так. Две кнопочки. Двери закрываются. Вторая кнопочка – это вторая дверь. Я отдаляю, потому что постройка классно выглядит. Так, нам в задний ход. Так, давай езжай, 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 езжай. Блин, ну двигатель мощный, аж огонь летит. Так, ладно, давайте займем место на трассе. Смотрите, как полагается, она встает на дыбки. Прикольно. Но управлять не очень удобно. Так. Чем-то напоминает Бэтмобиль. Так, занимаем свое место на трассе. Просто она взлетает на лету. Так. Так. Ну, в принципе, встал. Давайте. Выходим. То есть у нас две кнопочки и старт, то есть полная скорость. И вот еще автомобиль, который я скачал с воркшопа, чтобы дополнить эту карту. Автора не знаю, но постройка тоже достаточно хорошая. Здесь у нас, давайте сядем. У нас с вами три кнопочки. Первая кнопочка – двери. Вторая кнопочка у нас включает трастеры, которые, смотрите, прижимают нашу автомобиль к земле. Давайте я включу трастеры, потому что у меня они отключены. Так, по-моему, вот это вот. Так. Ну-ка. Да, кнопочка 2 у нас отвечает за трастеры. Кнопочка 3 тоже отвечает за трастеры. Но пока что нам это не надо. Мы протестируем оба автомобиля. Вот у нас полностью готовая трасса. Там даже есть секундомер и работающий светофор. Не знаю, по поводу, работает ли секундомер, но посмотрим. Так. Давайте мы включим или выключим таймер. Так. Сажусь. Садись быстрее. Так. Сейчас должен сработать. Светофор. И мы поедем. Ну. Так. Что-то не работает. Может быть, надо нажать кнопочку? Так. Так. Давай, работай. Интересно. Разбираемся. Нажимаем. О, у вас заработало. Так. Зеленый. Готов. Я готов. Я готов нажать. Так. Красный нашел. Желтый отходит. И зеленый. Поехали. Автомобиль крутой. Не знаю, сработает ли у нас. Тормози. Мы вообще куда-то улетели. У таких автомобилей для этого случая есть парашюты. Давайте посмотрим, что же у нас там по времени показало. Бежать недолго, конечно, не столько, сколько ехать. Давайте посмотрим, сработал ли у нас таймер. Потому что там я видел, что есть сенсор. За сколько мы проехали эту трассу. Покажет, не покажет. Так. Я не хочу пересекать лишний раз сенсоры. И смотрим. Шесть. Шесть секунд. Пять. Не понял. Что-то показывает, но как-то непонятно. Он показывает. А если мы пересечем сенсор? Так. Сенсор. Что у нас показывает? Ничего не показывает, поэтому я не поймаю. Видать, не настроено. По идее, можно сделать, чтобы показывало время. Хотя бы приблизительное. Давайте вернемся ко второму автомобилю уже от Ярослава Гагаркина. И проверим, как же ездит он. Но мне кажется, он вообще встанет сразу на дыбки. Так. Конечно, на этой постройке лучше играть с друзьями. Так, сбрасываем таймер. Подождем немножко и сядем уже за этот вот крутой автомобильчик. Мне кажется, он даже лучше, чем первый. И гордость нас просто пожирает, что это все-таки от наших подписчиков автомобилю лучше, чем я нашел в воркшопе. Так. Давайте включаем. Так. Я сейчас открою дверь, чтобы быстренько сесть. Нажимаем кнопку. Сейчас, думаю, пойти. Отсчет. По идее, здесь вообще интереснее играть втроем. Давай, отсчет. Во-во-во-во-во-во-во. Подождите. Я готов. Красный ушел. Поехали. Ну, автомобиль управлять просто нереально. Его просто сносят с трассы. Давайте хотя бы пересечем. Шесть. Не знаю, что у нас там получилось. Давайте посмотрим. Так. Шесть. Ноль. Ноль. Там что-то есть, кстати. Тридцать два. Тридцать три. Тридцать четыре. Тридцать пять. Тридцать шесть. Это что? Это у нас идет... Короче, ну, это все так. Сделано специально. Что типа работает, но как работает это уже не важно. Кстати, можете поработать и настроить таймер. Так, давайте сядем в автомобиль. Съездим и посмотрим на БелАЗ. Как же у него работает и работает ли у него кузов. Так. Близко подъезжать не буду, чтоб не лагало. Открыл дверь, но вышел через крышу. Замечательно. Так, БелАЗ. БелАЗ от Ярослава Гагаркина. Так. Давайте залазим. Открываем двери. Садимся. У нас с вами есть четыре кнопки. Давайте. Первая кнопка двери. Вторая кнопка фары. И сигнализация, что... Будьте осторожны. Здесь у нас огромная техника. Третья. Сигнал. И четвертая у нас подымает кузов. Огромный кузов. Куда влезет дом. Так. И закрывает кузов. Еще раз хочу посмотреть, как это все работает. Открываем кузов. Прикольно выглядит. Опускаем кузов. Что ж, ребята, вот такие были построечки у нас от Ярослава Гагаркина. Вы их можете скачать в нашей группе ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Скачивайте их вместе, либо по отдельности. Ну а с вами был Висконти. Всем пока. Привет, мой преданный подписчик. Тебе понравилось новое видео на канале Висконти? Если да, не забудь поставить лайк. Если ты хочешь одним из первых узнавать, что на канале Висконти вышло новое видео, то жми на иконку колокольчика рядом с кнопкой подписаться. А, ты уже сделал это. Тогда ты просто красавчик.